Детские челюстно-лицевые хирурги И мы будем говорить о мальформациях, о сосудистых, рожденных аномалиях языка Расскажите нам, пожалуйста, что же такое вообще сосудистые мальформации С чем они связаны, откуда они берутся Давай мы представим Простите, пожалуйста Петухов Алексей Владимирович и Матина Светлана Валерьевна Давайте будем разговаривать на заданную тему Начиная разговор о сосудистых мальформациях Стоит отметить, что в человеческом организме есть три основные типа сосудов Это артерии, вены и лимфатические сосуды Все эти три типа сосудов Они представлены в том числе в челюстно-лицевой области и конкретно в языке Сосуды, по-простому говоря, это трубки разного диаметра Есть крупные сосуды, есть сосуды средних размеров, есть мелкие сосуды Сосудистые ткани, артерии, вены и лимфатические сосуды закладываются внутриутробно За них, за их развитие отвечают гены И при нарушении генетического строения, как доказано современными учеными Могут формироваться различные пороки И вот одним из таких пороков является сосудистая мальформация Это порок развития сосудистых тканей Либо артерий, либо вен, либо лимфатических сосудов Поскольку внутриутробно сосуды развиваются, так скажем, одновременно То могут быть и чаще всего бывают комбинированные пороки данных сосудов То есть артерии комбинируются с венами, вены с лимфатическими сосудами А бывает и полностью, когда пороки развития бывают и артерий, и вен, и лимфатических сосудов Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что это гены именно, какие-то мутации А какие-то внешние воздействия могут влиять в ОРЗ, допустим, перенесённые во время беременности? Ну, чаще всего, поскольку мы детские хирурги Имеем отношение от детей, так скажем, от самого рождения до 18 лет И, так скажем, по статистике сосудистые мальформации чаще всего встречаются у детей Раз, и чаще они встречаются в области головы и шеи Два И, как показывают последние научные изыскания, так скажем Именно врождённый характер сосудистых мальформаций, именно врождённые сосудистые мальформации Причиной является нарушение генетического материала И, соответственно, из-за этого идёт нарушение в строении стенок сосудов, в их форме Вот, хотя на ваш вопрос можно несколько по-другому ответить Бывают ли сосуды неврождённого, сосудистой мальформации неврождённого характера? Бывают Допустим, например, один из таких примеров – это посттравматические мальформации Когда формируются неправильно сосуды или их соединения после травмы Да, понятно А можно тогда уточнить, какие виды мальформации существуют? Ну, вот я думал, посттравматические, а ещё какие? Ну, если мы говорим сейчас о врождённых, именно сосудистых мальформациях То это отдельно Это артерио-венозная мальформация Это венозная мальформация Это лимфатические мальформации И лимфовенозная мальформация То есть это виды сосудов как раз получается Да, и их комбинации А бывают ещё более сложные, когда там артерио-венозная лимфатическая условно мальформация Комбинации такие А само слово мальформация, что она обозначает вообще? Мальформация, ну это так скажем Это изменение форм Самое главное, нужно понимать, что здесь не подразумевается ничего под опухолью Потому что иногда родители, в большинстве с вами, если мы о детях говорим Они пугаются того, что это какой-то опухолевый процесс Это не опухолевый процесс Да, это изменение, мальформация, это изменение чего-то нормального на ненормальное В данном случае сосудов Так а чем они опасны всё-таки, эти мальформации? Ну, мы бы хотели сейчас показать один клинический пример Давайте Если можно, да Наши гости подготовили слайд-шоу целое Давайте мы посмотрим на картинках И после него мы объясним, чем они опасны Вот сейчас мы представим ребёнка, который обратился к нам в стационар Его внешний вид Его компьютерная томография И, соответственно, несколько слайдов с операции Подряд То есть, как была выполнена операция по устранению такого языка И какой получили эффект То есть, это, по большому счёту, нормальный язык Нормальный внешний вид ребёнка И нормализованный зубной ряд То есть, прикус После проведённого лечения Ребёнок совершенно не отличается от других детей Да, на данный момент он полностью реабилитирован Значит, в виде такого ребёнка Можно понять, что заболевания на самом деле весьма серьёзные Опасны такие заболевания следующим Казалось бы, язык — это не сердце Это нелёгкие Но так или иначе, его поражение может привести к жизненно важным нарушениям Такой язык может привести к нарушению дыхания Особенно ночью, например, когда язык может западать И перекрывать верхние дыхательные пути Такой язык может привести к нарушению приёма пищи Что приводит к отказу от приёма пищи, к истощению ребёнка Такой язык может приводить к кровотечениям с поверхности языка Это крайне мучительное состояние Тоже приводит к отказу от приёма пищи Ну и в конце концов это эстетические жалобы То есть ребёнок социально становится замкнутым Неадаптированным И его нужно, скажем так, возвращать к нормальной жизни А все ли мальформации настолько визуально выглядят? Или есть какие-то малые формы, чтобы вот... Существуют различные степени тяжести таких мальформаций Не обязательно вот это такие крупные, большие языки Может язык быть нормального размера Но могут быть проявления поверхностные Такие поверхностные проявления также приводят к ряду жалоб, к нарушениям Это такие же кровотечения с поверхности языка, боли Особенно которые усиливаются при ОРВИ, ОРЗ и так далее И сейчас мы можем показать ряд таких вот примеров Когда язык небольшой, но на поверхности языка Есть такие элементы, которые также мучают ребёнка Второе шоу, пожалуйста, покажите слайд Соответственно, здесь могут быть нарушения глотания Это могут быть нарушения пережёвывания пищи И вкусовая чувствительность может быть нарушена То есть ребёнок не получает, скажем так, удовольствия от приёма пищи Но на самом деле... Это проблема большая Ну, понятно Если это постоянно То есть это вот тот, чем чреват Или ещё какие-то есть проблемы Вот чем чревата ещё конкретно вот такая форма? Ну, вот небольшие Небольшие формы Чем чреваты? Ну, в основном чреваты частыми воспалительными процессами Воспаление никогда не приводит ни к чему хорошему Воспалительный процесс всегда нужно купировать И если не лечить такую мульформацию Эти воспаления будут мучить ребёнка Один, два, три, пять, десять раз в год Это часто А скажите, пожалуйста, лечение таких вот форм мульформации Оно тоже оперативное или какие-то другие виды? Какие методы лечения вы применяете? Оперативные, скажем так Все методы лечения, которые мы применяем Они хирургические Но есть малоинвазивные Есть традиционные хирургические Когда приходится брать По-простому я скажу скальпель в руки И действовать традиционно Попросите, поясните, вот для наших слушателей Малоинвазивные Малоинвазивные, это значит щадящие для тканей На которые мы воздействуем при минимальной кровопотере При быстрой реабилитации Ну скажем так, вот лазерное лечение Или введение какого-то препарата в ткани Через пункцию, например Это малоинвазивные Скальпель это уже Ну это традиционная хирургия Да, так понимают Так, и может быть там Может быть лазер покажем Да, и какое-то сайт-шоу посмотрим У нас есть что-то показать вам Да, хотелось бы сейчас показать Ряд клинических примеров Когда язык небольшой Нормальных размеров Но на нем присутствуют патологические ткани На поверхности на его О которых я сейчас рассказала Хотелось бы Сможем, да, показать? Здесь, если возможно, стоит рассказать про лазер Да, то есть Значит, смысл в следующем В нашем отделении разработан Принципиально новый метод лечения Вот таких поверхностных форм Разработан при помощи Применения полупроводникового лазера Соответственно Если появится возможность Мы обязательно его продемонстрируем И, соответственно, при помощи лазера Вот эти вот патологические ткани Они, ну, мы скажем простым языком Сошлифовываются с поверхности языка И образуется такая обожженная рана на языке Она заживает довольно гладко Относительно быстро То есть здесь не нужно ребенку Очень долго лежать в стационаре Это буквально несколько дней Не нужно назначать антибиотики Болевой синдром купируется довольно быстро Кровопотери на операции нет абсолютно никакой И самое важное, что в результате мы получаем Через определенное количество времени Нормальную поверхность языка То есть сосочковая структура Она восстанавливается? Она восстанавливается Она восстанавливается И ребенок начинает различать вкусы Ребенок перестает страдать от постоянных воспалений Начинает полноценно питаться И разговаривать И разговаривать, конечно Он полностью реабилитируется Скажем так Так, попросим третий показать Да, хотелось бы как раз таки показать лазер Как он выглядит, сам аппарат И как выглядит язык после его обработки Вот именно так выглядит язык после лазерной обработки Ну и не такой уж и страшный я хочу сказать Ну как сказать Если весь язык усеян патологическими тканями То в принципе впечатляет Скажем так И хотелось бы уже дальше показать Как выглядит язык после такого лазера Это вид языка до проведения После проведенного лечения То есть мы видим, что язык полностью имеет нормальную структуру Нормальную форму И лишен патологических тканей Если на вопрос, сколько заживают таки рано После обработки лазером То заживление протекает где-то около двух недель То есть это должно быть полностью эпитализироваться Вот эта раневая поверхность С восстановлением сосочка и структуры языка Вот в плане болей послеоперационных То вот чем хорош полупроводниковый лазер Ну вообще лазерная хирургия Поскольку площадь, так скажем Несмотря на то, что это малоинвазивная хирургия То есть это агрессивность по отношению к тканям окружающим Вот эти патологические ткани, она маленькая Но раневая поверхность получается достаточно большая И по идее, вроде бы, как и после обычной хирургии Достаточно закономерно должен быть выраженный болевой синдром У детей, дети не могут, в отличие от взрослых, скрыть боль То вот, допустим, при лазере, именно при полупроводниковом лазере Болевой синдром практически не выражен Это достигается за счет именно лазерного воздействия Когда идет именно нагрев и выпаривание Именно патологических тканей С минимальными, так скажем, энергетическими повреждениями Ну, окружающих тканей Вот, и ребенок после операции Практически, ну, на следующий день Уже может, как обычный здоровый ребенок Принимать пищу И его беспокойство, ну, чаще всего Либо никак не выражено, либо выражено минимально Алексей Владимирович, а под наркозом проходят такие Вот лазерные воздействия? Да, чаще всего такие операции И это закономерно проводится в условиях общей анестезии Это является, с нашей точки зрения, плюсом большим Поскольку операция требует, ну, так скажем Точечного, аккуратного воздействия на ткани Чтобы не повредить, ну, так скажем Воздействовать именно на сам патологический очаг И поскольку часто это дети младшего, школьного возраста Дошкольного возраста или ясельного возраста То это дети достаточно активные Которые, ну, так скажем Ничего не позволят сделать полости рта Беспокойные Да И только с помощью ингалиции Специальных препаратов, когда ребенок полностью усыпляется Можно работать как на языке Так и на других, ну, слизистых оболочках полости рта Потому что порой бывают такие поражения Они вот не только поражают язык А и слизистую щек, небо, дна полости рта, губ Вот, это все позволяет сделать в условиях общей анестезии А как долго по времени может проходить такая операция при помощи лазера? Все зависит от того Ну, понятно, что от объема поражения Ну, в среднем это, скажем так, от 20 минут до часа То есть это быстрее все-таки Да, тут не нужно какое-то введение Такое анестезиологическое пособие Которое, ну, скажем так Проводится на болезненных, травматичных операциях То есть это щадящий вариант для ребенка А бывает такое, что повторно требуется? Ну, в нашей практике Самый длительный период наблюдения таких детей Составляет 3 года Пока, к счастью, рецидивов не было И хочется еще отметить, что Разработав такую методику Наше отделение получило патент на этот метод исследования Мы его запатентовали Мы им пользуемся и активно стараемся внедрять И на нашем уровне, на отечественном, и на международном Мы смотрели в слайд-шоу Посмотрите, примеры заживления У нас слайд-шоу следующего У нас было ли у нас в третьем слайд-шоу? Вот один язык мы показали Да, может быть, еще там, да, может быть, приготовили Следующее слайд-шоу Да, можно его попросить? Это большой язык Да, сейчас просто показали фотографии большого языка О нем бы хотелось поговорить отдельно То есть это не тот язык, на котором мы воздействуем лазером Здесь совершенно А там другое было слайд-шоу Да, другое Посмотрите, пожалуйста, предыдущее Так, хорошо Ладно, значит, что-то у нас тут там Какая-то неполадка произошла с этим слайд-шоу Давайте тогда дальше Вот по поводу тогда вот этого большого языка Большого языка Как это называется? Скажите, пожалуйста, этот термин Такой термин, он называется, естественно, небольшой язык Он имеет свое название Называется макроглосие Макрос Большой глосс – это язык Дети рождаются с таким прям большим языком? Как правило, нет Вот в этом-то и особенность этих заболеваний То есть в большинстве своем, во-первых, это дети, которые страдают такими мальформациями не только в области языка Это может быть под нижнечелюстные области, шея, другие области головы И, как правило, ребенок рождается с мальформацией в данных областях Их начинают лечить хирургически или более щадящими методами И в ряде случаев язык реагирует на это лечение Вот таким вот выраженным увеличением размера Это не говорит о том, что что-то в лечении пошло не так Это просто такая особенность патологического процесса в языке при этих заболеваниях Соответственно, если у ребенка происходит такая ситуация Это просто говорит о том, что нужен следующий этап лечения Как раз-таки, который воздействует уже непосредственно на язык А как можно оперировать таких детей? Вот как вообще это можно делать? Я не представляю даже Скажите, пожалуйста, и что может быть, если все-таки операцию затягивать? Во-первых, оперировать таких детей нужно сразу Выжидательная тактика здесь не оправдана Как я уже вначале сказала, здесь наблюдаются тяжелые функциональные нарушения Нарушения в виде нарушения дыхания, глотания, эстетические жалобы и так далее Соответственно, здесь уже малоинвазивные методики, они неэффективны Здесь необходимо настраиваться на традиционную классическую хирургию И в нашем отделении также разработаны методики удаления лишней части языка С сохранением всех его сосудов, нервов, его слизистой оболочки Для чего? Для того, чтобы язык мог двигаться, чтобы будет обеспечивать жевание и речь Чтобы язык чувствовал, что может обеспечивать вкусовую чувствительность Чтобы язык был нормального, красивого вида Чтобы ребенок был красивым, социально адаптированным Вот так Такие операции уже, наверное, очень длительно проходят, да? В среднем такая операция проходит где-то 2-3 часа В среднем Ну, в принципе, это стандартный срок И каким нарушением может приводить такой язык? Во-первых, хотелось бы показать Давайте посмотрим фотографии На исследованиях на МРТ Вот здесь вот На МРТ мы видим патологически измененный язык И видим, что он поражен тотально На всю толщу языка И этот язык, он может перекрывать верхние дыхательные пути Что приведет к нарушению дыхания Но, если затянуть с этой операцией Допустим, ребенок, ну, кое-как дышит, да? Кушает и так далее К чему приводит язык, если его не соперировать вовремя? Это приводит к деформации нижней челюсти То есть, вот если взять нормальный череп, например Мы видим, как должен выглядеть угол нижней челюсти в норме И если у нас есть патологически измененный язык У нас угол нижней челюсти становится широким Не широким, а более тупым И, соответственно, увеличивается размер нижней челюсти Если этот процесс запустить Это говорит о том, что у ребенка будет еще один этап хирургического лечения Уже на нижней челюсти В дальнейшем Потому что эта нижняя челюсть будет сильно выступать вперед Это тоже будет приводить к нарушению питания И, наверное, и на росте зубов это тоже скажется Да, это уже, скажем так, цепная реакция нарушений Которые могут пройти только из-за того, что они не вовремя вмешались Мы сейчас прервемся на короткую рекламу И вернемся с этого же момента В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс Лучший и самый удобный агрегатор новостей Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени В зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц По разным городам, странам и тематикам Наберите в поиске Медиаметрикс И оставьте у себя на компьютере вкладку Чтобы она всегда была под рукой Медиаметрикс Свежие котировки новостей Всегда под рукой Напоминаю, что в эфире программа Точка Приложения И у нас в гостях сегодня челюстно-лицевые хирурги детской городской клинической больницы Святого Владимира И матина Светлана Валерьевна И петухов Алексей Владимирович Пожалуйста, расскажите нам о операции О самой операции Вот при макрогласии Что она из себя представляет Мы поняли уже, что это длительный процесс такой, очень сложный Что там худесничаете? Расскажите, пожалуйста Ну так скажем, чтобы вкратце и особо не пугая телезрителей Операция заключается в первом То есть цель её это уменьшить размер языка Придать форму анатомическую Нормальную Как у окружающих этого ребёнка других детей Здоровых, так скажем Помимо этого То есть это не просто берётся и отрезается язык Нужно, чтобы этот язык в дальнейшем функционировал Чтобы у него сохранились, так скажем, зоны вкусовые Их несколько, основные это пять Кислая, солёная, сладкая, горькая Да, чтобы всё ощущало язык Для того, чтобы ребёнок Эти ощущения у него сохранились Нужно сохранить нервы Которые отвечают за передачу вкусовой чувствительности Чтобы сохранить нервы, которые отвечают за движение языка И сохранить сосуды Чтобы после операции Не было, ну не оттажения, а некроза, так скажем Умертлиния тканей оставшихся языка И вот над всем этим работает хирург Во время этой длительной операции Почему она длительная? Потому что нужно кропотливо Кропотливо Во-первых По микрохирургии фактически же, да? Получается Ну, скажем, если простым языком Но вы же с нервами, сосудами Их просто нужно аккуратно Это просто штатная, аккуратная хирургическая работа Челюстно-лицового хирурга Ну, в общем, так Штатная Да, штатная Да, и в конце получается То есть Во-первых, чем сложна эта операция И к чему нужен быть готов и родитель, и ребёнок То есть это достаточно большая Ну, так скажем, относительно кровопотеря Во время операции И помимо того, что ты должен выделять Ты должен, соответственно, чтобы поле операционное То есть сами ткани языка Были, ну, сухими Вот, и, соответственно, чёткая вот эта остановка кровотечения Это, как бы, во-первых, при чёткой, слаженной работе, что требуется То есть должна быть команда хирургов работать Чем ты слаженнее работаешь, тем быстрее ты можешь остановить кровотечение Тем меньше будет, так скажем, ну, стресс и кровопотеря У ребёнка То есть три хирурга участвует, как минимум, в операции Вот И, соответственно, потом ты должен, после того, как ты всё разобрал Весь этот язык Уменьшил его Всё сохранил Ты должен его обратно собрать И уже отдать маме Так скажем Ну, по крайней мере, ещё не зажившие же Но которые будут Выздоравливающего человечка Да, держаться Вот это залог основной Успеха дальнейшего Возраст Когда лучше это делать? Абсолютно в любом Зависит от того, как поставили диагноз Вот как только он возник, этот язык Это были дети у нас, которым несколько месяцев Это были дети, у которых их лечили по поводу мальформации А вот, например, в возрасте трёх лет На каком-то этапе лечения раз и язык увеличился Тут же надо его тут же оперировать То есть это не говорит о том, что есть какие-то сроки Как только диагноз поставлен, тут же ребёнку нужно оперировать Я прошу прощения, диагноз макрогласия или же мальформация? Это макрогласия, как сказать Это симптомо на ситуации А вообще просто мальформации Можно ли лечить консервативно? Можно, конечно Можно, да? Какие-то небольшие, невыраженные Ну, здесь опять же, так скажем, основной метод Ну, как и пишется во всех научных работах И говорится родителям Это хирургический метод Вот, но поскольку вся эта хирургия связана Вот именно с кропотливой работой Раз, с наличием слаженной, так скажем, многофункциональной команды Два, то везде, ну, во всём мире ведётся поиск альтернативных методов И на ваш вопрос, допустим, есть попытки определённые Но это на уровне экспериментальных работ Пытаются найти лекарства Которые будут, ну, там, воздействовать Как-то вот на эти патологические сосудистые ткани И за счёт них попытаться уменьшить вот эти Ну, объём, так скажем Вот этих патологических тканей Но эти работы единичные И сказать, чтобы они, ну, можно было уже их использовать Вот в практике, и особенно у детей Здесь это пока вопрос, наверное, будущего, так скажем У нас должно быть Ещё картинки покажем Да, у нас вот есть Мы хотели бы язык показать Который вот поступил к нам большой, да, язык И как выглядит это на операции до и после Естественно, без подробностей Давайте Да, вот так вот выглядит Выглядел язык на момент поступления И на момент окончания операции Выглядело таким вот образом И уже когда мы ребёнка выписали Он был полностью в этом плане реабилитирован Спасибо Расскажите, пожалуйста, что-то про венозные Вот чисто венозные мальформации Венозные мальформации Это один из видов как раз сосудистых мальформаций Они, опять же, как и лимфатические мальформации Лимфовенозные мальформации могут быть локальными То есть, так скажем, язык помещается в полости рта Но при этом какая-то одна из частей языка Либо на спинке, может быть, в виде выбухания быть Бордового цвета Либо в области ближе к корню языка Опять же, в выбухании Все вот эти, ну, сейчас мы поговорим о локальных вот этих формах Небольших Они, ну, чем проявляются, опять же, у ребёнка Если вернуться к... Да, к каким нарушениям они приводят Да, даже вот небольшое наличие выпухания Оно влияет на приём пищи А конкретно на глотание То есть, так скажем, ну, если простому человеку это объяснить То это любой приём пищи Жидкой, твёрдой Приём жидкости сопровождается попёрхиванием Если мы это, так скажем, спроецируем на себя, то это большое мучение будет Если вот в течение дня мы принимаем пищу, пьём воду То у такого ребёнка это будет, ну, так скажем, вот это постоянное мучение Дальше это, что может сказаться, это на речь ребёнка Особенно дети школьного возраста, которым требуется идти в школу И у них может быть нарушена быть дикция То есть, сначала дикция была хорошая, а потом родители стали замечать, что как-то странно он сказал Ну, странно, когда надо обращать внимание, в какой момент я вот человеку На что обратить внимание изначально? В отличие от лимфатических и лимфовенозных, которые мы показали Они могут проявляться, по большому счёту, практически на первом времени после рождения И просто с возрастом они могут прогрессировать Соответственно, ребёнок в два года начинает говорить потихонечку И потихонечку растёт его мальформация, например, на языке выбухает Ему не может он сформировать речь свою То есть, и как-то с другими детьми может не лазиться общение То есть, ребёнок социально отчуждён становится Или может иногда быть в какой-то скачок роста Допустим, в 5-7 лет предшкольный вот этот возраст Раз, и мальформация резко увеличилась в размере и в объёме Это тоже привело к нарушению Я правильно понимаю, что сначала родители могли не знать о том, что у ребёнка есть мальформация? Совершенно верно Это дети новорождённые, как родители чаще всего замечают Ну, то есть, любой ребёнок плачет, кричит, открывает рот И конкретно именно венозная мальформация, она видна Это отличие её, это тёмно-вишнёвый, бордовый цвет В какой-то фрагмент на языке будет такого цвета Да, допустим, может быть, весь язык поражён быть, такого бы цвета И, соответственно, родители чаще всего приходят с такими жалобами И говорят то, что вот у нас, допустим, ну, либо у других детей, ну, допустим, в семье Либо просто то, что отличается цвет Да, и с этого, так скажем, начинается диагностический уже поиск То есть, язык может быть обычного размера, обычной формы, но не обычного цвета И после этого начинаются все обследования Ультразвуковое исследование, магниторезонансная томография И чаще всего после проведения МРТ, как раз вот слайды, которые были показаны МРТ позволяет увидеть полный объём поражения тканей Мы можем сейчас показать, как это к ней Да, давайте посмотрим Сайт-шоу 7 должно быть у нас сейчас Да, вот так вот выглядит венозная мальформация То есть, это либо Выбухание какой-то части языка Бордовый цвет она имеет Либо это тотально половина языка поражено, либо весь язык А на МРТ, я думаю, Алексей Вадимович сейчас может объяснить, как это выглядит на МРТ Да, это вот МРТ ребёнка, у которого имеется увеличенный в размерах язык, который не помещается в полость рта У него также отмечается тотальное поражение тканей Эти ткани представлены полостями различного диаметра Ну, обычно это диаметр от 2 до 5 мм В которых находится, либо она медленно циркулирует, либо стоит венозная кровь По сути, кровотечение тоже можно спровоцировать Какая-то пища твёрдая, может быть, у тебя прикусил, бежал там, допустим Чаще всего, если происходит травма такого языка, то она сопровождается значительной жизнеугрожающей кровопотерей Скажите, пожалуйста, а вот такие мальформации, их нужно хирургическим путём, многостандартным, да? Или это можно лазером обойтись? Нет, обычно венозная мальформация, поскольку эта мальформация коварная Поскольку здесь, так скажем, большой объём кровопотери во время операции То применяются, стараются применяться, малоинвазивные, с них начинаются, малоинвазивные методы Конкретно при венозной мальформации первым этапом лечения является склерозирующая терапия Когда вот в эти патологические полости Под контролем ультразвука В условиях общей анестезии, то есть под наркозом Вводятся препараты, которые обжигают выстилку вот этих мелких полостей Вытесняют оттуда кровь Чаще всего это препараты в виде пены Вот, и токсклерол, допустим И после того, как он вытесняет кровь, происходит химический ожог этих полостей Они запустевают за счёт того, что это препарат какое-то время стоит пена И после этого происходит рубцевание, так скажем, образование рубцовой ткани Вместо тех полостей с кровью То есть этой полости просто не будет потом Да, в течение времени Она сразу заживёт Слепнется и организуется На вопрос о том, что сколько требуется операций И происходит ли это достаточно одной операции, нет Чаще всего, особенно если это большие поражения, если поражён полностью язык То это требуется несколько То есть порой и 2, и 5, и 10 операций Чаще всего они происходят в сопримерном промежутком времени Поскольку рубцевание происходит, опять же, не сразу после операции Это должно пройти как минимум около 3 месяцев То вот повторно эти дети госпитализируются и пролечиваются вот этапно Ну там условно раз в 3 месяца У нас есть вот парочка слайдов Должны могут показать, как выглядит язык, когда туда вводится вот этот спиненный токсисклерол Да, давайте посмотрим, очень интересно Да, это вот такой белесоватого вида пена, который вводится в полость венозную И потихонечку она кровью вымывается И происходит, как сказал Алексей Владимирович, химический ожог полости Она потихонечку спадается и постепенно уходит Можем представить клинический пример мальчика ещё? Давайте, конечно Следующий, да? Да, это Мальформация языка Соответственно, мы его пролечили в несколько этапов и получили нормального вида язык И полностью реабилитированного ребёнка У этого ребёнка, хочется отметить, было выраженное нарушение речи То есть, никак не мог чётко, понятно, слаженно начать говорить Тем более, он попал к нам в возрасте двух лет Соответственно, когда мы его пролечили и реабилитировали Этот мальчик стал лауреатом премии Гран-при на конкурсе чтецов Когда мама нам об этом сообщила, конечно, радости нашей, врачей, самих родителей, самого ребёнка, конечно, не было предела И даже вот трудно было представить, что когда-то это был ребёнок, которого трудно даже было понять, что он говорит Скажите, пожалуйста, а может быть, могут события так развиваться Вот родители увидели у грудного своего малыша какое-то вот такое вот тёмное образование Поняли, что это какой-то сосудик И просто решили, что это его вариант норм Мы не стали никуда обращаться Ребёнок растёт, растёт, язык растёт Это образование тоже умеренно растёт Как сказать родителям, чтобы они обратили внимание на это Не сидели дома, не ждали, что это может быть бомбой, в общем, замедленного действия Правильно я понимаю? Да, здесь, наверное, стоит отметить Родителям просто рекомендуем При выявлении вот вышеописанных образований Какой-то припухлости Измене цвет в цвете Даже если она небольшая Вообще любое То есть язык должен быть в норме, быть гладким С минимально выраженным налётом Бледно-розового цвета Помещаться в полости рта Не мешать приёму пищи Речи ребёнка Вот А если родитель видит какие-то отклонения То, соответственно, лучше обратиться Куда? Да, как? К стоматологу в первую очередь В первую очередь в районную стоматологическую поликлинику Но нужно отметить, что любой ребёнок здоровый Или с подозрением на что-либо Должен постоянно наблюдаться диспансерно У стоматолога Должен, к сожалению, не всегда это есть Понимаете, вот в этом может быть Хорошо, а тогда такой простой вопрос Мы же говорим не только Нас смотрят не только в Москве В Москве в том числе Скажите, пожалуйста, хорошо Мы помним, что в нашей больнице есть такое крутое отделение Где работают такие крутые врачи Отлично Как к вам попасть? Как попасть к вам детям из Москвы? И как к вам можно попасть детям из других регионов? Ну, граждан России Ну, во-первых, мы Если ребёнок из Москвы Или Подмосковье Или близорасполагающиеся районы Они всегда могут приехать очно К нам на консультацию Наши доктора нашего отделения Они консультируют Ежедневно в нашей больнице И, соответственно, по предварительной записи Можно записаться И мы любого ребёнка посмотрим Должно быть направление из детской клиники Да, совершенно верно А если ребёнок издалека Ну, допустим, родился такой ребёнок В Петропавловске-Камчатске Что делать? Вопрос Доктора на месте Выявили, заподозрили Но нету специалиста Что делать? Очень просто Мы живём в 21 веке В нашем отделении есть сайт Есть почта На которой можно написать Присылать фотографию ребёнка Описать, что с ним происходит И мы с радостью обязательно ответим То есть нужно ли собирать быстро чемоданы И приезжать, грубо говоря, на осмотр Или на что-то можно дома обратить внимание Начать с малого И также постепенно нам присылать данные Обследований, динамику и так далее А Москва строится здоровье Вы работаете? Да Давайте, значит, подведём Так, итоги Я думаю, что вся информация есть же на сайте больницы Да, совершенно верно Можно на сайте больницы Раз Итак, если ребёнок в Москве Или в Ближнее Подмосковье Берётся направление Стандартное направление Детской поликлиники Записывается в консультативно-диагностическое отделение Нашей больницы Консультации доктора И дальше уже на месте решается Если далеко живущий от Москвы ребёнок Два варианта Первое Это написать на почту Вашего отделения Если будет такая потребность Пожалуйста, напишите нам в комментариях К просмотру Мы обязательно напишем вам почту В комментариях Во всех соцсетях Пожалуйста Либо, пожалуйста, Москва строится здоровье Заполняйте В интернете Находите Всполняйте анкету Хотите на больницу Столу Владимира И сидите Ждёте вызова В нашу больницу Правильно я понимаю? Да, совершенно верно А на такой вопрос Скажите, пожалуйста А Профильные Дети с такими заболеваниями Как часто должны наблюдаться Профильными специалистами? Ну, диспансерное наблюдение У них какое? Какая регулярность? После операции Обычно После того, как Всё благополучно зажило Ребёнок выписывается Обычно Происходит Либо Снятие Швов Либо ребёнок Поскольку швы в полость рта Накладываются Рассажившиеся Он может выписаться И с рассаживающимися Швами И они постепенно Рассаживаются В течение 3-4 месяцев Первый контрольный осмотр При типичном течении Послеоперационного периода Это через 1 месяц Далее Это через 3 месяца Через 6 месяцев Через 12 месяцев Через год После операции При Так скажем Отсутствии показаний Каким-то дополнительным операциям То осматривается ребёнок Один раз в год Вот это основная Так скажем Стандартная схема Наблюдения Больных Вот с данными Сосудистыми Мальформациями Лимфатическими Венозными Мальформациями Здесь хотелось бы Отметить Следующий момент Вот бывает Так пишешь В рекомендациях Через месяц Через 3 Через 6 Но если вдруг Что-то случилось Через 2 месяца Ну что-то произошло Что-то пошло не так Что-то Насторожило Появились жалобы Не нужно ждать 3 месяцев Нужно бить тревогу И обращаться За помощью Сразу При появлении жалобы Вы же со всеми Своими пациентами Поддерживаете Всегда контакт Стараемся Конечно Да Поэтому они к вам Напрямую обращаются Скажите пожалуйста Телефон Колл-центра Больницы Святого Владимира Чтобы родители Могли связаться 8 499 748 0483 Еще разок давайте 8 499 7 4 8 0 0483 Я правильно понимаю Что если У кого-то сейчас Есть такая патология В любом уголке Нашей страны Они могут связаться С колл-центром И записаться На прием Да Совершенно верно И хотелось бы В конце нашей передачи Сказать что Я даже не предполагала Что Могут быть такие проблемы С языком Да Ну просто Вот как Слава Богу Да Как-то минуло Поэтому Очень хочется Сказать Я так понимаю Что эта ситуация Может быть жизнеугрожающая Поэтому Это Как раз та ситуация Когда лучше Перебдеть Да То есть если Лучше лишний раз Спросить Родители не нужно Бояться Показаться Там Не знаю Досаждать и так далее Но это ситуация Когда лучше Если что-то Вас настораживает Обратиться к специалистам И не затягивать И не затягивать Этот процесс Для начала На профосмотр К стоматологу Да Начинаем с малого А там дальше К профильному специалисту Да Потому что Если так говорить То Любой стоматолог Челюстный цивой хирург Еще с институтской шкамли Обучен тому Что Должна быть И онконастороженность Да И Настороженность Ну так скажем По серьезным заболеваниям Если врач Не имеет квалификацию Ну чтобы допустим Чем-то подсказать Он обязан Направить Ну в более Специализированные Учреждения Медицинские Алексей Владимирович Светлана Валерьевна Спасибо вам большое Вам спасибо Очень Мы подготовили Большое И видеоматериалы Очень Все полезно Объяснили Я надеюсь Что мы были полезны И интересны Нашим телезрителям И слушателям Спасибо вам огромное Я надеюсь На последней встрече Мы еще будем Обязательно подготовим Еще передачи На какие-то темы С вашим отделением Спасибо вам большое Спасибо Спасибо, что вы были с нами Будьте здоровы Всего доброго До новых встреч На второй части Стоит педиционер работать Я наверное вначале Немножко занервничала С этими слайдами Я там взяла И забыла даже представить Господи Что ж такое Я иногда ничего страшного Ну я хочу смотреть Вот прямой эфир Ну да 2756 Для этого времени Нет И тема узконаправленная Поэтому Это нормальная цифра Нормальная цифра Она узконаправленная Понимаете Это же Нервы Это прямой эфир Люди будут смотреть после работы Зварухин сказал Что у вас есть записи Но сейчас в департаменте Беляева прямой эфир Буду смотреть